Дорогие друзья, всем привет! Сегодня с вами канал Дубай, и мы находимся в Дубае. С вами Анна, Вика и Надежда. И сегодня мы вам хотим рассказать о том, как же стоит себя вести в Дубае, что именно одевать, и несколько полезных советов. А также рассказать, что был, что не был, что правда, что неправда. Когда только слышишь о стране Арабской Эмираты, сразу в голову приходят правила, ограничения, права женщин. Мы хотим рассказать, как действительно все здесь происходит, как нужно себя вести. Как вы, наверное, знаете, русская национальность и русские люди вообще в целом очень эмоциональные люди. И у нас принято разговаривать очень громко, очень жестко, скажем так. И вообще язык у нас сам по себе жесткий. И когда мы разговариваем, у нас обычно очень такое напряженное лицо, и мы никогда не улыбаемся. И мы общались со многими арабами, с другими людьми здесь, в Дубае. И они почему-то думают, что когда мы общаемся, то мы ругаемся. И это такое ощущение, на самом деле мы не ругаемся, мы просто общаемся. Поэтому первый совет, наверное, такой, что больше улыбайтесь, разговаривайте тише и мягче. Тогда люди вас здесь будут воспринимать намного лучше. И не буду думать, что вы на них кричите и что вы ругаетесь между собой. Есть маленький особый совет нашим милым дамам. В нашей стране такой холодной моментами, где очень редко бывают солнечные дни, наши милые дамы привыкли обнажать свои тела, показывать прелесть их красивых, спортивных и достаточно точенных фигур. Здесь же, в Дубае, чисто из уважения к культуре местных жителей, дается на такой маленький совет при посещении торговых центров. С учетом того, что там также в бешеном ритме работают кондиционеры, все-таки рекомендуется прикрывать свои тела, носить либо брюки, либо джинсы, соблюдать правила этикета и поведения в торговых центрах. По поводу посещения ресторанов, а также любых других общественных мест, все-таки придерживаются дресс-кода Smart Casual. В любой ресторан вас не пустят, молодых людей не смогут пустить, если это будут джинсы, либо кроссовки. Это все-таки должен быть костюм, либо брюки и рубашка. Дубай по праву можно назвать городом контраста. Для себя я условно его делю на Дейра Дубая, старая часть, и на Бор Дубая, Даунтаун Дубая и другие районы. То есть, условно граница, это залив Крик. По поводу этой стороны залив Крик, то есть, например, имеют Даунтаун Дубай, Шейк Зайот Рот и другие места. Форма одежды на улице, в принципе, более или менее обычная. То есть, вы примерно в том, в чем же вы уходите у себя дома, можете надеть и таитись. Но обратите внимание на то, что всегда дается совет, во-первых, закрывать колени, во-вторых, закрывать локти. Могу вас успокоить, это не так все страшно. В Даунтауне, в Дубае-Марине, в таких районах, в которых проживает большое количество европейцев, вы вполне можете надевать свои любимые наряды. Хотя я посоветовала все-таки придерживаться немножко. Но если вы собрались в Дейру, на рынок, на Нассерсквер, то если вы хотите избежать не жадных, а все-таки несколько лишнего внимания, я посоветовала вам надевать что-то более демократичное. Я думаю, что вы уже, наверное, знаете, что не рекомендуется фотографировать местных жителей, особенно женщин, без их разрешения. Поэтому будьте очень аккуратны, когда фотографируетесь, когда делаете видео, чтобы местные жители не попадали в кадры. Я думаю, что нужно быть очень с этим аккуратным. Огромное количество туристов по приезду в страну задают вопрос о том, можно или нельзя одевать местную традиционную одежду. Могу сказать, что местная традиционная одежда можно появляться в общественных местах, как для женщин, так и для мужчин, но при условии соблюдения эстетических правил. То есть мужчина, одевая местную традиционную одежду, платье, которое называется кондора, белое, не имеет права выпивать спиртные напитки. Женщина также вполне имеет право одеть черное одеяние, в которое ходят местные женщины, это абая, и накрыть ихнюю голову шейлой. Как прекрасна весна, хотя здесь весна больше похожа на жаркое лето, но все мы знаем, чем этот период характерен. В европейских городах, а также в нашей любимой Москве и Петербурге, часто в метро можно наблюдать странно-толучшие парочки, в которых место скорее, наверное, на у себя закрытой двери, чем в общественном транспорте. Так вот, я вам крайне не советую делать то же самое в метро или на улицах в Дубае, будь то даунтаун Дубае, будь то дейро Дубае, потому что вы это выполняете реально, можете получить штраф или даже уходить в тюрьму. Все-таки это арабская страна, как бы они не расширяли, скажем так, моральные нормы своих законов, тем не менее вам стоит все-таки придерживаться того, что здесь запрещается, во-первых, проявлять какие-то личные чувства, то есть объятия или поцелуи для мужчин и женщин, и здесь, собственно говоря, разрешают ходить за руку только семейным парам, но, если у вас никто не будет проверять, желатый вы или нет, так что я вам все-таки советую не перебарщивать. Любовь хороша, да, закрытая дверь у себя. Еще я хочу сказать вам, я так думаю, что вы обязательно пойдете в метро, потому что это же нужно посмотреть, какое оно метро в Дубае без водителя. Я хочу, чтобы вы знали про несколько правил, а именно, что в метро нельзя жевать жвачку, а еще в метро нельзя кушать, и еще в метро нельзя спать. За это есть определенные штрафы, и довольно-таки немаленькие. Насколько я знаю, штраф за то, что если вы будете кушать в метро или пить, это тоже, кстати, пить тоже нельзя, то нужно будет заплатить штраф 100 дирхам. Поэтому будьте аккуратны, не кушайте в метро. Хотелось бы добавить еще один полезный совет касательно метро. Как известно, в метро Дубая есть 7 вагонов. Первый вагон, это идет золотой вагон, который называется Gold Class. Второй вагон, вагон только для женщин и детей, куда вход мужчинам запрещен. И остальные вагоны, это вагоны, как для дам и для мужчин. Первый совет для мужчин. Будьте внимательны при входе в любой из вагонов. Обратите внимание на значок. Там, где значок нарисован дама с ребенком, этот вагон только для женщин. Если вдруг вы зайдете в этот вагон, то штраф будет 100 дирхам. Затем наши любопытные и творческие умы нашего русского населения всегда думают о том, что а вдруг проскочит, покупают билет на обычный вагон и заходят в золотой вагон. Поверьте мне, достаточно огромное количество проверяющих за время прохода поезда от первой станции до конечной. Так что вы можете нарваться на проблемы, с вами никто не будет разговаривать. Просто заберут у вас ваш билет в золотом вагоне. И уже на конечной станции вам придется объясняться и платить достаточно немаленькие размеры штрафов. Так что будьте добры, садитесь в тот вагон, на который вы приобрели билет. Теперь я хотела бы немножко рассказать по поводу общественного транспорта в Дубае. Все знают, что такси здесь достаточно демократичный вид транспорта, но достаточно небольшие цены, разумеется, если пользоваться им не слишком часто. Все два типа такси. Один из них розовый, где такси с женщиной, который исключительно либо для женщин, либо для семейных пар. И из такси остальных, которых женщины точно так же могут им пользоваться, но ведет уже мужчина. То есть если у вас есть желание, то есть может быть если вы мусульманка и хотите здесь ехать с женщиной, вы вполне можете дождаться женского такси. Вот, по поводу поведения такси. Как ни странно, тут тоже есть свои принципы. Вот, я вам настоятельно, ну что вы настоятельно, но все-таки советую садиться на заднее сидение, потому что это как бы разграничивает немножко вас от водителя. Если вы не хотите лишнего внимания от водителя же, который, конечно, заинтересуется такой свободной женщиной, вот, которая ведет себя как мужчина, то все-таки лучше сидеть на заднее сидение. Еще пару слов относительно алкоголя. Достаточно часто поступает вопрос, есть ли вообще возможность употребления спиртных напитков в Дубае, и насколько это доступно или в магазинах, либо в других местах. Спиртные напитки можно распивать в определенных отведенных местах. Это в основном рестораны, либо бары, которые находятся при пятизвездочных отелях. Также рекомендую, если вы решили конкретно расслабиться, рекомендую вам настоятельно сохранить с собой чек, по которому вы расплатились в ресторане, для того, чтобы избежать тех или иных проблем, если вдруг вам придется выяснять отношения с полицией нравов, так называемой службой CID. Также следующий момент, учтите то, что перевозка спиртных напитков в транспорте запрещена в такси, либо в любом другом транспорте, также в метро, достаточно частенько проверяют. То, что любые спиртные напитки, которые вы привозите с собой из Дьютифри, будьте добры, оставляйте в номерах отелей. На этом мы хотим завершить наше видео. Надеюсь, оно было вам полезно. Помните, приезжая в другую страну, что вы становитесь лицом не только вашей семьи, но и вашего народа, а именно вашей национальности. Надеюсь, что вы будете применять все эти советы. Желаю вам всем хорошего дня. Подписывайтесь на канал, если вы еще не успели подписаться. Пишите ваши вопросы и комментарии. Всем пока-пока. С вами был проект Индубай.